всем привет сегодня я хочу поговорить с девушками мужчины могут поддержать меня в комментариях стоит так делать как я сейчас посоветую либо не стоит сегодня девушки я хочу поговорить с вами о свиданиях все кто постарше мы уже знаем что это как это все равно это волнение для нас но мы уже подкованные такие но если меня смотрит сейчас на данный момент девушка которая вообще не имеет представления что это такое как нужно себя вести что говорить и все в таком духе то продолжай смотреть я хочу тебе помочь и поэтому три этапа три шага которые я сегодня озвучу и посоветую тебе помогут тебе в дальнейшем понять что нужно как нужно делать и зачем зная где будет проводиться свидание легче ориентироваться в том что надеть и обуть посмотрите обязательно на этот день погоду это вам очень поможет определиться что опять же одеть и что с собой взять может быть зонтик но если вы вдруг не знаете конкретного места куда вас пригласили это сюрприз либо вы просто решили договориться о встрече но не планировали куда пойдете собирайтесь по максимуму продумывайте заранее свой образ свою одежду что вы будете обувать что вы будете с собой брать чтобы максимально подготовить себя к этому дню и ни о чем не беспокоиться именно в этот день и конечно же никаких накладных ресниц шпилек и мини юбок это все не для хороших девочек ну а теперь подробно по шагам запомните главное не нужно стремиться покорить своего избранника внешним видом потому что в этом случае вы можете просто переборщить ну либо у него вкус другой как я уже упоминала подберите спокойный наряд желательно платье но в целом выбирайте именно ту одежду в которой вам комфортно если это будет одежда в которой вы будете чувствовать себя скованно неуютно не комфортно то есть свидание окажется таким же на первое свидание и вообще на свидание рекомендую выбирать спокойный макияж никаких ярких глаз матовых и сочных оттенков губ и уж тем более большое количество косметики на лице ну что о вас подумает молодой человек я за естественность и минимум косметики поэтому я вам и советую краситься на это мероприятие минимально опять же удобная обувь желательно на невысоком каблуке или уж если вам просто вот невмоготу вы хотите покорить своего избранника выгулять свои новые туфли которые на высоком каблуке то не забудьте про то что в сумочку нужно положить запасную обувь какие-нибудь балетки либо просто обувь какую-нибудь без каблуков часто слышу от своих подруг знакомых что им неудобно на первом свидании и вообще на первой встрече с молодыми людьми кушать употреблять пищу якобы это некрасиво стыдно неприятно я скажу так будьте собой никогда не стесняйтесь подумайте просто о том что если он не увидит как вы едите на первом свидании и вы дальше будете с ним встречаться то в любом случае он когда-нибудь это увидит ну либо вам придется всю жизнь тогда это скрывать и есть в одиночестве прятавшись в подвале но уж если есть такой прям дискомфорт в этой области то советую покушать перед выходом и вам не очень будет хотеться кушать на свидание поэтому вы обойдетесь каким-нибудь десертом либо коктейлем ну и последнее как же побороть волнение и страх главное не пейте успокоительного но если честно просто не думайте что данный объект это ваш какой-то избранник ваш парень молодой человек который вам нравится примите его как друга если вы будете смотреть на него как на друга они как на объект избранника то вам будет легче побороть эту скованность и двигаться дальше общаться без преград еще есть вариант заранее выбирать темы для разговора если вы знаете что от волнения у вас пропадают все мысли слова не можете нормально выражаться то обдумайте это все заранее хотя бы пару тем это очень спасет ситуацию даже если вы не очень волнуетесь я очень даже советую это делать хотя я так никогда не делал и главное если вдруг при разговоре вы понимаете что у вас разбежность во мнениях не нужно паниковать такое бывает и это нормально примите просто точку зрения и мнения молодого человека либо вашего избранника и будем надеяться что он сделает то же самое ваш адрес ну и я уверена что после свидания вы вздохнете с облегчением и поймете что ничего страшного здесь нет а я вам желаю удачи на ваших первых свиданиях и не только на первых всем желаю любви добра и терпения пока-пока